Всем привет! Очередная распаковка. Почта Сингапура, почта Швеции. Как всегда, очень много разных почт. Отправляют, чем хотят. Сейчас распакуем, посмотрим, что здесь. Некоторые из этого, конечно, камеры. Что здесь еще может быть? Упаковку не повредим. Распакуем аккуратно. А хотя... Немного порвать нам всякая царабулина. Что это у нас может быть? Я уже догадываюсь по надписи. Уи! Это очередная Xiaomi Wii. Предыдущую я не снимал в распаковке. Ой, ее даже не получается открыть. Что это за коробка такая? Ну давай, выпадай. Не хочет вытаскиваться, представляете? Сейчас придется еще останавливать видео, чтобы вытащить. Нет, пошла. Какая, блин, коробка у них тугая. Не могли попроще сделать. Вот так вот просто. Обычная коробка из переработанной бумаги. Вот такая вот камера. Без экрана. Что, блин, вообще непривычно. Их супермодный монопод. Который стоит дороже, чем все моноподы, которые я держал в руках. Он около 30 долларов. Этот монопод стоит. И, ну, там еще зарядка. Кабель. Это что такое за кабель такой интересный? USB. Такой коротенький. Очень маленький. Да, это USB кабель, но такой короткий я еще не встречал. Посмотрите. Ну, видел раньше, но для камер такого короткого у меня еще не было. Экономят они, короче, на этих кабелях. Инструкция. Кабели. Я в курсе. Спасибо. Это инструкция к моноподу на китайском. Она очень мне пригодится. Начну изучать китайский язык и узнаю, как пользоваться их моноподом. И инструкция к камере. Тоже все на китайском. Они тоже очень мне этим помогли. Спасибо. Без этого я бы не узнал, как включается камера и прочее. Здесь у нас... Что это такое? Непонятно. Аккумулятор. Он идет отдельно, разве, да? Аккумулятор пришел отдельно. Сейчас посмотрим. А где здесь у нее аккумулятор? Я уже не помню. Да, здесь аккумулятора нет. Ну, в общем, все с ними понятно. Что-то я запутался. Ладно, потом соберу. И, в принципе, все. Вот это вот очень скудная комплектация у Xiaomi. Ну, будем надеяться, что новые прошивки придут. И она будет снимать очень мега круто. Пока она снимает хуже, чем 5000+. Перейдем дальше. Вот этой маленькой корабулине, которая без страйк-номера пришла. Не вовремя. Потом перезвоним. Так, а здесь у нас сумочка. Сумочка для камеры и ее аксессуаров. Ну, такая по качеству неплохая, жесткая. Камера в ней не помнется. Они разных размеров бывают. Абсолютно разнообразные. Здесь уже вырезан, как бы, разъем под камеру. Его нужно только вытащить и сюда вставить камеру. Очень много таких я уже видел. Первую, которую я снимаю в распаковке. Сюда помещается камера. Там пару креплений. Ну, в общем, все, что будет нужно для съемки сюда поместится. Ну, если планируется брать еще монопод с собой в сумку, то нужно брать сумку побольше. Что-то сегодня нет у меня азарта распаковывать посылки. Должно было прийти очень много посылок, но почему-то они все задерживаются. Так, что здесь у нас? Там все пусто. Очень аккуратно запечатан. Что это такое красивое? Это какая-то реклама. Спасибо, не надо. И здесь SG-кам, SG-кам, зарядка, понятно. Батарейка SG-кам и зарядка SG-кам. Вот такая вот фигня. Идем к камерам. Это две камеры. Я уже даже догадываюсь, какие. Они так плотненько запаковывают, что при распаковке иногда немного повреждается сама коробка. Пакуют, короче, очень плотно. Попытаемся так вытрусить, не ломать саму корабулину. И получилось. Да, SG-5000+. Желтая. О, это та, которую я себе покупал. Ну, как себе. Здесь, на продаже. В принципе, вот этот вот кейс мне больше нравится. Я сейчас тестирую AT300. Там кейс открывается по-другому, как у второй GoPro. А этот, как у третьей GoPro. Этот более удобно открывать. Или просто привык уже. Что ты нам интересного скажешь? 5000+. Кстати, только недавно понял, что 5000+, нельзя использовать как веб-камеру. Если у вас получилось, обязательно напишите как. Ну, какой-то нетерпеливый человек. Названивает. Версия прошивки 2.3. Прикольно. Я еще такую не встречал. Видел 2.4. 2.3 у меня не было. Забавненько. Вот, в принципе, здесь все. И что у нас осталось для посылки, да? Да, осталось две. Так, это мы пока отложим. Здесь у нас тоже 5000+. Просто по-другому запаковано. Не знаю почему. Возможно, у них разные упаковщики сидят. Заказываю я эти 5000+, все в одном месте. Но они приходят по-разному запакованы. Иногда даже бывает приходят с разных адресов, что интересно. Присаскивайся. Ну, упаковка примерно одинаковая. Желтая. Так, или это моя. Ну, в общем, пришло почему-то две желтые. Я не помню, какой у меня еще заказывали цвет. Наверное, тоже желтый. Две желтые. Не перепутаешь. Эту мы включать не будем. Там тоже самое. Открывать тоже не будем. Что там, в принципе, интересного мы не видели. Открываем вот эту корабль. Ну, тяжелая такая. Наверное, весит около килограмма. Сколько здесь заявлено вес? Ровно один килограмм. Еще это теребит. Прикольно. Всю дорогу музыкально, наверное, я теребила. Угу. Там еще и корабулина. Внутри. Я думал, это упаковочная коробка. Так, будем с силой рук открывать. Чтобы не повредить коробку. Ага. Вот, значит, как. Тут не одна корабулина. Тут две корабулины. Вот это поворот. Будем открывать каждую или только одну? А я сам с собой разговариваю. Все нормально. Что здесь у нас? Вот такое вот это что-то крепление. Такие болты. Такие тяжелые болты. Не похожи на китайские. У китайцев обычно очень легкие. Вот такой проводок. Вот такая противотуманная фара. Тяжелая, увесистая. Стоит около 15 долларов, насколько я помню. Одна штука. То есть это две за 30. Где-то около того. Китайская фара. Проверить ее я сейчас не смогу. Аккумулятора рядом нету под рукой. Такая затуманенная. Это означает, что луч рассеян. Не откручивается. Ну, вы знаете, такая довольно добротный металл. Не похож на китайский. Довольно неплохо выполнена. Можно цеплять на мотоцикл, на машину. Кому куда угодно. Кто туда и цепляет. Можно использовать как ходовые огни. Ездить без ближнего света фар. В общем, вот такая вот штука. Здесь тоже самое. Вроде все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok